И всем привет! Мы вернулись в игру. Давай! Перезарядка! Прикройте! Получай! Пробеда! Он там, наверху отирался. Противник! Вон он! Вот он, говорит. Молчал бы и, глядишь бы, за умного сошел бы. В смысле, я в лампочку стреляю. Мою мать! О! Неужели попал? Показалось? Ну, кто-то пробежал, вроде. Что это там? Угу. Ну, что оставить? Ой, а он внизу исходит. Нету тут никого, не выдумайте ничего. Там все кажется. Эй, что с тобой? Да, действительно, хорошо с тобой. О, фильтр. Ну, фильтр нам пока не нужны. Тут вроде бы и так дышать можно. О! Блин! Так, внизу вроде никого нет. Что там я хочу брать? А. О! Ну, этот пистолетик. Фёма, давай к Ермаку. А где-то Ермак. А, Фёма, бежим к Ермаку. А вот он, не верещи. Молодцы, вы добрались. С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо. Так, времени мало. Скоро охрана вернется. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посмотрите. На шум вся база сбежаться может. Хе-хе, конечно. О, у тебя лазерный прицел есть? А у меня нету. А вот у меня нет. Это кто там? Не, я никого не вижу. Куда ты там стреляешь? Ой, пускай. Ой, пускай. Ладно, пока не перелезет, что дьявно ничего не выйдет из этого. Так, есть. Круг, говорит, включить. Сейчас ключи, подожди. Тут вот минута много. Ты говоришь, круг там какой-то. Я автомат и всех, блин, без крышек, стволик. Серьезно? Артем, быстрее включай поворотный круг. Сейчас, подожди. Пока не облетаясь, никто никуда не идет. Так, ну что-то взялось. О, ну, да ладно тебе. Кузя, свет, короче. Слушать там ее, выключить свет, выключить свет. У тебя что там есть? Ты сама не можешь нажать? Стоишь рядом. Так, оттуда мы ни туда, ни сюда. Артем, времени нет, включай скорее. Да все, уже успокойся. Не понял юмора. Что делать? Стрелять надо, что делать? Воу. Упс. Да, ты типа 2 килограмма весишь, не отпускай. Прикрывай давай. Где ты ее видишь? Ни хрена не вижу, куда там стреляешь. Никого нету нигде. Все, давай вместе. Еще немного. Есть. нас подождешь и закрой наверх скорее сюда да они ворота внизу надо бы противогаза надеть вот изоляцию мы вырвались далеко не уехали этих в расход машиниста я не понял что значит расход не лезь не в свое дело это ты не лезь сейчас полковник тебе все разъясни товарищ полковник тут такое папа ребята это мы помогите а не в какого черта ребят вы что тут делаете вот тогда вы не полковник это трибунал всем вам так всем заткнуться невероятно невероятно черт так это правда ты на них работаешь помолчи как вы тут оказались а впрочем неважно ты не представляешь во что вы влезли теперь куда ни кинь всюду клин гадзе этого так не осталось наблюдатели не позволят нет уж я не замолчу зачем нужна эта глушилка почему они скрывают что москва не одна так как отловали люди из других городов и тут их всех всех женщин и детей отец что там по железной дороге впереди до столь первого километра дорога в норме безопасная стоянка недалеко найдется найдется только торопиться нужно а не хейсер вызывали значит так мужики артем с алькой моей сейчас такого наворотили в москву им сейчас возвращаться нельзя а то по законам военного времени не в общем мне увезти их надо пока все не уляжется а вы оставайтесь слышь майор мои люди к недоразумению на глушилке отношения не имеют я ни хера не понял но за ребят буду драться конечно Артем Маня это уже наших не бросает если не будет то кто то кто ладно спартанцы тогда этих задр ты порвай вперёд Артем пошли выйдем на свежий воздух спасибо ребятам что поддержали им ведь он похоже тоже ничего не говорил двадцать лет мы сидели в метро считая что весь мир сгорел во время войны а на самом деле москву просто отгородили кольцом радиоглушилок красота красота нету слова и пока ты ходил с операцией хватал рентген и отец просто брал врал тебе мне да всем вообще всему черт загнали немедленно остановите локомотив и выходите с поднятыми руками в противном случае будет открыт огонь на поражение сначала стрелять сколько же на нём брони навешано а пулемёт ну что доволен ты этого добивался а причём тут он это ты всё снова возьмёшь это было последнее предупреждение немедленно остановите локомотив о чёрт ты как аааа порядок царапина аааа все но тормоза тут не к чёрту дермак начинай исправлять хлад пусть думают мы послушаемся это ты правильно решил тормозить сразу видно разумный человек гранатами мы им только краску поцарапаем а если изнутри взрывчатки маловато разве что всю в топку им засунуть давай полковник разрешите мне добровольца здесь назначаю я пойдём артём почему артём он эту хожу сварил ему и расклёбывать артём как притормотить эти мне автомат получил а не это говно то что мне втулили с двадцатью патронами да и что ты я тут парень я я некуда там ехать мельник ты не бывал дальше а мы бывали только мы просто отъехать решили от эмоций лишних а вы сразу стрелять начали остановлюсь отпустишь я уполномочен задержать и передать органам сам понимаешь это дезертирство предательство охренел москуда меня предатели а если не предатель куда паровоз гонишь прогуляться решил у меня одно объяснение если не остановишь значит завербовали тебя хозяевам значит бежишь хозяева значит бежишь хозяева нас туда трибунала не довезут ты мне в дубы не заговаривай что вывозишь карты оборонные планы нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь сучара старая планы предатели нас мы вам столько лет служили верой правдой грудь лили врагу продался да не нас за зла а ты я всю свою жизнь служил и служить буду всегда я то что если надо за родину за людей понял но не ради тебя гнида это пукалка вонючая 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 закрывает тревога враг на бойце все тормози 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 хвостей твоих и дочку твою уже никак не терпирован как собак бешеных в пулю и в кюне лично лично тебя пристрелю и не в затылок в рожу твою скотина закрыли отставить повидевым в решивной так можно пока снять пару секунд а может там без него все посидеть пишу типа сдаешься у а так у тебя нормальный автомат издавали этот одевай дай-ка я возьму твой автоматик конец на хуйшота коллиматор тоже такой же так патроны кончились можем ли снаружи палец было на так полечиться нет нет и так сейчас раз подышим чуть-чуть на быстрее заряжай не видно ни хрена да вылечит и свет этот но но если что-то поиск отрустся не меня руки у кого-то автомат получше есть и и и и и и и и надо надеть и зарядиться снять все кончились пока что я выше то застрял ему пройти его я в автомат но у всех все одинаковые это смешно немножко ну ладно да серьезно никого птички нету это несерьезно книжка какая-то о говоришь не патрон на пистолет серьезно а вот фильтр на целую минуту если прорвутся в рубку я во всех лично пристрелю я просто качекарь я не сниму нас это говорят валим и скользкий метал все таки сейчас как рванет хочу так медленно замедляется поздравляю теперь мы не просто а самые настоящие вражеские диверсанты получает а то мы стоим сотни километров от москвы стоим сто шесть километров проехали вроде бы что мы сейчас на развилке все недоумевают куда дальше вперед или назад налево или можно дышать без масок значит не врали кто кто не врал почему ты молчишь что это за люди пытались нас убить почему они стреляли в тебя ты же глава ордена объясни наконец хоть что-нибудь хорошо начну с главного война не окончена то есть как это не окончено не перебивай большая часть городов уничтожена уцелевшая часть страны вероятно оккупирована противником чтобы избежать нового удара командование приняло единственно возможное решение не подавать признаков жизни для обеспечения маскировки был разработан план щит сеть станций радиоподавления покрывающие территорию москвы чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки и одна из этих станций была отключена геологическими усилиями здесь присутствующих а раньше сказать было нельзя когда артем с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой нет нельзя я сам доступ получил полгода назад под грифом расскажешь сдохнешь ребятам врал что метеостанцию охраняем святослав константинович если нельзя назад как насчет вперед есть мысль но артем чем молча глазами сверкать проверь лучше эфир на длинных волнах из зоны действия глушилок мы уже наверное выехали так что постарайся ищи позывной ковчег понимаешь теперь почему в глазах командования мы предатели вывели из строя глушилок расстреляли охрань уничтожили патрульный бронепоезд и убрали из москвы вот тут и просто сказки не сказки это они и есть уверен что они москву защищают они свои задницы и что за ковчег если артем поймает пузырь мы все узнаешь ну-ка ну-ка это что всем кто слышит это сообщение всем слушать объявляется общий сбор точка сбора код 1 8 1 1 тире 7 9 квадрат 1 8 тире 5 повторяйте объявляется общий сбор точка сбора код 1 8 1 1 тире 7 9 квадрат 1 ясно маршрут вызовывается примерно такой вот наша цель вот так что ты вот это имел в виду да именно это проект корчег это целый подземный город огромные запасы техника лучшие специалисты это ставка верховного главнокомандующего там все руководство страны и они начали возрождать страну мы расскажем им что москва жива что все было не напрасно и все изменится все вы понимаете это начинается новая жизнь для всех выживших а с женщинами там кстати как ситуация орлы ну раз такой случай дамир доставай что доставай товарищ полковник а что у тебя вечного фляги булька что думал не знаю а это это я мигом это я не поверил сначала надо урала путь не близкий давайте что ли обустраиваться как то название этой развалине дадим а что давно пора предлагаю анютины глазки да иди ты еще лучше да ну а как насчет авроры богиня утренней зари и крейсер ну сами знаете чего другое дело неплохо мне нравится красивый ривер вообще норм но крейсер чего а потом расскажу значит и решено тогда ЗАБРО ЗАБРО Артем давай на карту то посмотрим ну отметили и хватит пожалуй Ярмак полный вперед есть поэтому я прошу света ворота что ли ничего себе маршрут сколько же нам туда ехать как ты Лёша о халечка ждала того за стрелом в сердце а получила от непритого мужика пулю но мимо ха-ха-ха-ха ты точно в порядке? я ведь тебя знаю точно а шрамы только украшают мужчину во а там впереди барыши небось ого-го сколько куда мне много то тут важно не число а умение ха-ха-ха так и с с с с с с Работать начали. Суббот почти. Они меня чем-то мобили. Напили, что, мол, опыт мой поможет жизни не тот. И поменять нации и подпрыгнуть деньги за миграцией. О, что-то сказали. Здравия желаю. Ну что, Артем, кажется, ты перед полковником цель поставил. Котик ненароком. Мы все помним, как ты в Дэше издрался. Так что неважно, что впереди. Поддержим. Не сомневайся. Я вот тут ментализацию затеял. Что, Моисей наш? Че ж, какой воздух без намордника сладкий. Или не сладкий? Сколько у него оттенков, вкус это всякий. Странные чувства, да? Помню, как ты нам рассказывал, что на Станкинской башне противогаснят. Когда по темным ракетами Шадараха. Когда воздух небось горчил? Но как знать, Артем. Если б ты тогда ракеты не пустил, то и на башне бы не полез. Мы скоро поняли, что видел я котлован. И давай мне про шпионов по ушам ездить. Шпионы кругом, как обычно. Подземелья? Воздух поверхности казался нам невыразимо свежим. Пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямонтау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Откуда спирт? Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямонтау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощения, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью? Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. А вот и зря. Я сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Да вот он, видно уже его. Ох ты, костер! Люди! Там люди! Тормозите! Надо было отсюда сваливать. Ошевелись, давай! Артем, ты как цел? Пойду. Насколько заплотно! Двигаться можем? Нет! Приехали! Проклятье! Мой блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья. Они в ватниках. Старичье какое-то. Старичье? Это их внешний периметр. Могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть пар с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артем, я тебе на карте пометил. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Можете я с Артемом? Как усиление? Нет. Пока в ситуации не разберемся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали. Справиться. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. Может здесь? Пошли, Артем. Может год? Понял. Действуй. Может два? Весь незаменимая. Инструкция внутри. Да, материал уж извини. Сам собирай. Конечно. Пойдем, Артем. Вы там, осторожнее только. Ладно. Ну, кажется, все. Странный блокпост этот. Из говна и палок. Из палок. Так, ну что у нас тут, маменька, есть? Да, ничего, маменького нет. Даже те, кто говорят, по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? Слышишь колоком? Вот мы на них не будет страху навели. Хотя, может, конечно, это рабы их. Или еще что? Или еще что? Слышишь колоком? Здорово. Ты спускайся, спускайся. Ну, красиво вообще выглядит все это дело. Красиво ничего не скажешь. Ну, тогда, я думаю, есть вообще смысл. А может, на эту сторону можно сходить. Артем, далеко не откади. Слопают жену твою, что делать будешь? Новый найду. Что будешь делать? О. Да смысл, сколько тебя патронов-то? О. О, а чего так много здесь? Эть, давай, давай. Сыря, говоришь, сюда пошел, да? Ишь, блин, какие. Убежали, вот хорошо. Артем, давай рядом держаться. Не отходи далеко. Ох ты, надоедливая. Даже полазить не дает нигде. Так, вон там, по-моему, здесь нельзя перейти, да? А как-то нельзя, можно. Что есть? О, материальчик. Я бы он туда сходил бы. А потом туда пойдем, куда найдет. Хочешь тебе, оу. Так мы вообще реально перепрыгнуть. И спуститься тоже реально. Так, ну тут должно быть. А, грибочек. Лях. Слушайте, креветка, блин, офигела ли. Смотри на них. Так, друзья, здесь же противогаз не нужен, да? Ну да, мы и так дышим. Снимай. Там креветок целая куча, там еще что-то. Твою мать. Нормально так зашел. Так, дружочек, у тебя должно быть что-то. Ну, хоть патрончики. Так, ну в этом пистолете вроде мощный. Ну как? Да, по-моему, мощнее, чем коллаж, потому что, блин. Так, опять паутина, да? Опять любимая паутина, да? Зажигалку-то возьми в руки. О! Это я понимаю. Никто ничего не обронил, в маленький ничего нету. Ну ладно. Так, а здесь стол, стул и прыгну. Ничего нет. Лежанка чья-то. Это что такое, это? Вот это вот. Мясо лежит. Это просто мясо. Так, тут ничего нет. О, это мне. О, давай открывай. Ну вот, хоть что-то. Дыра в потолке. Она кры... Ой, крыжа, арматура. На крыше никак не залезешь. Блин, там какой-то трос натянутый. Блин, я же сходил здесь сжигалкой. Блин, паутина так замедляет, обалдеть можно. Так, о! Джек-пот. Странно, ничего нет. Как он медленно стреляет, медленно перезаряжается и вообще очень медленный. Прям аж слишком медленно, я бы сказал бы. Закрыто, видишь ли. К этим сезончикам лучше не подходить. Ну, химию. Так, 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 слышь, что там нет. Ласы свои не раскрывай. Ой, давай тут подыши. Цветочек. В смысле? А, ладно. Откроем, чтобы можно было выйти. Обратно. Так, это подожмем. Врагов тут упах. Вот это у нас там. Блях! А решетка нормально, да? Что, типа, вы можете проходить в решетку, да? Решетка только меня сдерживает. Ну, да, нормально. Это нормально. Очень реалистично. А, так они еще даже пропихнули с этой стороны, решетка вообще даже в другую сторону открывается. Все-таки без противогаза никак. Вообще автомат надо было почистить, потому что у него... Я просто хотел взять цветочек. В смысле, грибочек. Кишкирса. Так, тут вроде как наверх можно подняться. Вроде да. Ну, грибочки-то нужны. Это же химия. Надо оружие чистить. Оружие, чтобы чистить, нужна химия. Ты точно там на вроде покусанный, в смысле съеденный частично? Так, вот наверх можно подняться еще. Сколько по 2 штукам? Нормально. По 2 штукам, это хорошо. Серьезно, прям на льду лежит и так вот, типа, поди, утонешь. Сохраниться можно? Быстрая загрузка. Загрузить. А вот быстро сохранение. Понятно. Блин, приколистый. А как же ящик там лежит? В принципе, да. Я же не настолько тяжело, чем как я. О! Ну, все равно что-то это налутал. Еще нет? Так, налево-напросто. Пошли сюда. Ой. Блин, еще не зарядил. Молодец. Так, ну давай-давай-давай. Два патрона, блин. А он еще, он еще ножки. Тут их много, наверное, этих уродов. Ай, бляха. Ай, бляха. Он уже клинит, это кусок. Блин, он клинит реально. Ой. Че, патронов нет уже? Да сколько вас тут, ешкин кот? О, хоть попал раз в голову. Че, патронов почти нет. На, пистолет. Еще идут, блин. Но быстрее там, блячок, я ж сидишь. Ай, мать косорылая. Пойдет. Поджечь можно? Можно. Так, может там еще кто-то есть. Тут, наверное, много должно быть чего. Чего вкусного должно быть много. Не даром тут полно было. Как минимум, химия уже вижу. Забери. Рановато я сюда пошел. Блин, она сохранилась все равно, да? Мою мать. О. Нормально. Уходим отсюда. Да что так? Не можешь пройти, не... Ничего. Они все равно сюда не полезут. Туда можно не спешить. Как, у тебя что-то есть? Ну, ладно, хоть что-то. Патроны дробовик. Дети еще дробовик взять. Так, я вроде там все внизу полутал. Так что... Надо возвращаться. Это не... Это я слишком... Слишком рано пошел в... понесю жетки. Там мама. Родная. Поверни сюда голову. Да как это? Да как это? Просто уносим ноги. У меня патронов уже... Этот пистолет я бы его выкинул, но бы лет другого нет. Слышь, ты? А тут у них... Хоть одного. Юркий слишком. Вроде в голову стреляешь. Пока пуля... Пока нажимаешь на это, вот нажимаешь, он уже... Черт, и куда уходит. Патрончики, да, шили автомат хотя бы. Хорошо тебе назад. Да, очень хорошо. Ни патроном, ни хрена нет. И оружие, блин. Чуть-чуть лучше, чем рогатка. Артем, ты что-то делаешь. Гуляю. Не видно, что ли? Куда она там пошла-то? Вон туда. Куда-то. Так, подожди. О, это дело... Нужное. Хорошо. Припасы разные. Давай, что там у тебя есть? Ничего хорошего. Видите, нельзя. Щурдиас иного фонит. Ладно, на этом будет кончить серия. Так что, всем спасибо за просмотр. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok